Здравствуйте, друзья! Помните, как бывало в детстве? Нам всем хотелось найти сокровища. Вот меня привозили родители летом к бабушке на дачу, и мне казалось, что обязательно там на чердаке я что-нибудь найду удивительное. У бабушки там стоял большой старинный сундук, но хранила она по большей части в этом сундуке крупы, чтобы мы же не добрались. Но у меня была там и вторая бабушка. Вот она жила в старинном доме, и у нее действительно можно, порывшись, было найти что-нибудь очень интересное. Какие-то старинные украшения, мамины старые наряды 60-х годов. И оттуда я привозила что-нибудь себе на память. Вот я уже выросла и очень выросла, но по-прежнему думаю, что найду какое-то сокровище. Может быть, с этим связана моя сегодняшняя любимая профессия гида, потому что она тоже позволяет найти что-то интересное в истории. А старинные вещи, на мой взгляд, дают нам возможность почувствовать вот эту связь времен, взять в руки что-то, какой-то предмет, который принадлежал когда-то какому-то человеку. С ним связана, может быть, какая-то очень интересная история. И вот сегодня я отправляюсь на барахолку. Это самый большой блошиный рынок в Праге. Там продаются разные вещи. От незначительных, которые представляют собой маленькую ценность, но все равно, возможно, кому-то нужны. До антиквариата, который уже представляет собой и историческую, и художественную ценность. А еще на блошином рынке в Праге можно найти разные вещи, которые когда-то были привезены из Советского Союза. Это и старинная фарфоровая посуда, и игрушки, и какие-то сувениры. Я сегодня отправляюсь на охоту и приглашаю присоединиться к вас. Возможно, мы найдем обязательно что-нибудь интересное. Так что поехали! Добрый день! Получилось, что билетик стоит 90 крон. Видимо, может быть, еще какие-то скидки. Здесь надо этот билетик просканировать. Так, все, и въезжаем. Посмотрите, как много машин. Это вот с левой стороны территория рынка, а с правой стороны парковка, и вообще места нет. Сейчас будем где-то пристраиваться. Ну вот, мы уже находимся на территории рынка. Это парковка. А сам рынок, посмотрите, какой он огромный. Он занимает фактически целый квартал. И несмотря на то, что сейчас праздничные дни, все равно очень много людей. Вот здесь продаются различные вещи из бронзы. Какие-то, не знаю, я предполагаю, что это было или на лестнице. Какие-то украшения чего-то. Непонятно, кто тут изображен. Что это, титан или держащий. Есть тут и побольше фигурки. Вообще похоже на какого-то мученика с усами. И вот какой чудесный колокольчик. Прям как в фильмах. Ау, подзываем коммердинера. А это, посмотрите, колокольчик с козьей ножкой. Коммердинера. Вот старинные утюги. Тяжеленный. А сюда насыпали уголь. Закрывали. И пошли гладить. Тяжелый-тяжелый. А здесь, посмотрите, какая чудесная кукла. В прекрасной сохранности. Но, конечно, ручки требуют реставрации. И вся она уже там, все крепления у нее растянуты. Оригинальная платьица. Ботиночки неуверенно. Очень красиво. Очень красиво. И паричок даже ее. Можно купить вещи, связанные крючком. Посмотрите, какая чудесная скатерть. Или что это. Ведь кто-то же это вязал. Скука времени на это ушла. Наручная трубка. А это кружечка специальная, чтобы пить минеральную воду в корловых варах. Сюда наливается водичка, пьет из вот этого носика. Вот таким образом. Вода в корловых варах горячая. Поэтому, чтобы не обжечься. И чтобы эмаль в зубах не потемнела. Вот используют такие курортные кружечки. А это классический узор, который называется цебувак. Симпатичная. Есть и обычная. Причем, посмотрите, надпись 1937 год. Карла Вавара. А вот флакончики для специй. Это флакончик для инбиря. А это для майорана. Как изнаять? А вот старинные чашечки. Очень красивый рисунок. Такая нежная работа. Но не знаю, чьего завода это. Если знаете, что это за завод, пишите в комментариях. И вот мне еще понравился флакончик для духов. Это точно сделано в Чехии. На стекольном предприятии. Но уже нет вот этой вот груши. Она вся скукожилась. То есть это вещь каких-то 60-х годов, скорее всего. Это тоже. Мы сгибаемся. Подожди. Я буду нахавать эти горшки. Вот это сокровище. Представляете, сколько эта коробочка спичек пережила. Интересно, а спички там есть, вот написаны модели ваза, облигации, реклама, сейчас посмотрим. Боже ж, мои спички даже есть. Ну вот тоже брошечка, где-то шестидесятых примерно годов, даже может быть раньше, судя по замку, это точно выполнено в Чехии на заводе яблонейцы. Да, 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 да. Здесь есть какие-то деньги. Я не могу, что вы не можете, что вы не можете сделать. Это 50-250 рублей. Ну, так же, если мне подал 100-50 рублей, я думаю, что я подал. Но это же не. Так что не пойдет по доску за 50 рублей. Ну, я не знаю. У меня есть две скидки, я рад. У себя в 3, сейчас по сербисточке я собираю. Ты краса, ну это вкусно. Ну, это не идеально, как мы продавали. Я тоже работаю из Япланекса. Это уже более современная брошечка. Это тоже интересная брошка, но, к сожалению, не планочка одного. Это было за 80. Нет, это только, которая там была, что мы не сказали. Так, ты кутар, милакси. Два симпатичных блюдечки. Это сделано в Чехии и классический рисунок Мадонны. Вот продавец говорит, что это живые цветы. Больше им 40 лет или 45 лет. И знак это из Карла Лохвар. Это самый главный карлаварский источник бржидла. Самая горячая температура 83 градуса. Ну, и цветочки выглядят вполне себе как живые. Очень интересно. Вот, посмотрите, какие открытки интересные с видами. Ну, это немецкая, скорее всего. Это с видами Германии. Это чешский город Лоуны. Это вид какого-то костюла. А это девушка в чешском таком традиционном костюме. Ребеночка держит эта фотография. Это знаменитый чех Янжишка. Одноглазый предводитель гуситов. Это тоже виды Чехии. Фотографии. Ну, какая мощная башня и отдыхающие на ее фоне. Прекрасный олень. Ой, а эта открыточка очень похожа на Ивана Царевича. Ну-ка, сейчас посмотрим. Я ее беру и я ее разыграю среди вас, среди подписчиков. Кому-то она приедет в гости из Чехии. Какая она прекрасная. Добрый день. А сколько стоит? Таблин стоит за 250. Это старый яблонец. Я уже покинула блошиный рынок. Сегодня 2 января и, видимо, большая часть продавцов еще отдыхает. Очень маленький выбор был. Мне понравилась одна брошка, но она была уже в не очень хорошем состоянии. И ее необходимо было бы реставрировать. Я ее не стала покупать. А потом мне еще приглянулась одна, но она была... Я считаю, завышенной цены. В общем, к сожалению, в этот раз с барахолки в Праге я увезла только вот эту старинкую открытку, которую хочу разыграть среди вас, среди подписчиков. Для того, чтобы принять участие в розыгрыше, надо подписаться на канал, если вы еще не подписаны. Нажать колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. И в комментариях под этим видео написать «Хочу открытку». В четверг, 6 января я среди тех, кто оставил комментарий, проведу розыгрыш. А потом с удовольствием схожу на почту и отправлю эту открытку в любую точку мира. Я желаю вам всего самого наилучшего в новом году. И до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок